ну просто вчера с тобой это я вроде бы мы так все записали а потом вспомнил что не все записать но то есть остался очень важный момент касаемый работы к тречных обмоток или если на тороидах подобных системах это обмотки грамма вот значит здесь уже на основании как бы практических экспериментов выпало значит как раз та частотная модель которую мы вчера обсуждали то что разделяются компоненты 1 линейная условно другая вращательная и так вот получается такой момент любой прямой электромагнит который мы допустим делаем но просто кусок допустим это взяли даже даже без железа просто мы взяли обмотку но то есть он сразу же в центре производится силу лоренса спрашивается какой она идет частотой по сути получается не частота как бы предельная то есть просто частота которая зависит от максимального скручивания среды то есть как сама среда скручивается какие с какими рывочками это происходит другой момент если мы точнее как второй вариант это если мы допустим устанавливаем на какой-либо сердечник металлический допустим то есть как мы говорим магнитные материалы третий вариант это не магнитные материалы в качестве сердечника вот это очень интересный момент в диэлектриках да вот и как бы еще один момент это создание но как раз надо ложный полюс то есть когда мы берем два одинаковых полюса и бьем в лоб то снаружи вроде бы как обнару обнаруживается но она дать допустим берем и 2 юга и в лоб их сталкивать оружие образуется там полного и допустим пусть будет тот же самый южный сейчас не принципиально какой потому что тут меняется сама характеристика значит давай для начала по порядку вот эти основные четыре аспекта которые нужно очень очень внимательно рассмотреть частотной точки зрения и самое чего нам для этого как бы для начала необходимо ножка выяснить значит коснется магнитных материалов то есть железосодержащие материала но различные там сорта стали там и всего остального которые применяются значит исследования которые там ну по сути сначала двадцатого века проводились до вплоть до и как бы наших дней она киристика я это значит в описании у громова вот статейка была то есть там же где этом 60-х годов когда и родин эксперименты ставил то есть там же аналогичные униполярные вещи значит арка вот да 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 то есть это вот все на наши флагманы которые и как бы сказать хотя бы кусочек выцепили истинные пытались его хоть как-то донести но не имея опоры на теоретическую базу принципа работы все время какой-то даже показывающий результат эксперимента заходит в ступик дальше невозможный в интерпете результаты были очень интересные кстати результаты были вполне очень очень интересный там примерно значит такая картина мегагерцовые частоты и все такое значит что у нас получает если мы возьмем график который нам покажет собственно говоря так если я не ошибаюсь там мил или когда там пишется где собственно здесь у нас намагничены в эту сторону в гаусс вот такая там есть табличка собственно говоря но здесь намагничены магнитопроницаемость простите соответственно я просто один график приведу для стандартного там кабина полное железо там приводили там но тогда что получается добавив какой-то то есть допустим минимальное подмагничивание скажем так работой железяки мы делаем постоянный скажем так электромагнит мы имеем какую-то стартовую скажем так магнитную проницаемость железу даже получается мы начинаем увеличивать как бы сказать мощность подаваемую на катушечку но в этот момент у нас растет магнитная проницаемое железо или если более простыми словами железо нам помогает усиливают наш электромагнит но значит вокруг как бы чего вся вот эта теоретическая база до вот этого графика до вот этой точки она полностью вообще выполняется то есть конечно логически это не совсем правильно но как он сейчас стоит магнит внутри из маленьких микромагнитиков нормально еще состоит кусочек большой большой кусок масла из маленьких кусочков масла замечательно замечательно хорошо вот вот этот вот участок графика собственно увеличение собственно по сути банально увеличение мощности подаваемого на обмотку приводит к увеличению магнитной проницаемости усть то есть вклад железа в силу электромагнита вот что он получается вот эту графику если простыми словами сколько железа внесло своей как бы сказать пользы при усилении нашей катушки то есть мы говорим так хорошо вот в этом случае у нас самом начале у нас все наши микромагнитики хаотично повернуты внутри стандартная теоретическая база да и железо не проявляет особых каких-либо служб дальше мы их начинаем поворачивать все в одну сторону и вот они пошли пошли поворачиваться открыты здесь они вот все повернулись в одну сторону и вот мы имеем максимум что нам железо продувает хорошо до вот этого вот этого вот в этой части все прекрасно проблем никаких мы дошли до максимального насыщения железа говорится теоретическая база с микромагнитиками отрабатывает хотя не объяснять что такое магнит но почему понятие магнитных доменах так сказать и вообще ну вот про них ты речь да и все все а что такой домен мы сейчас уже как бы знаем что это по сути просто сила лоренса от кольцевого тока а дальше начинается картина очень интересно при дальнейшем увеличении мощности на обмотку то есть растет ток в обмотке клад железа начинает резко падать упор до этого как как он доме 0 то есть при дальнейшее увеличение мощности вклад железа в мощность электромагнита сводится к нулю до нейтральные по сути вот то внешне магнитной проницаемости к его сказать внешней среды то есть и вот с этого момента вот этот предыдущая часть уже не отвечает на вопрос что как бы но не сходится но домен это все повернуты оставить может так считаем а что произошло они причем тут домены абсолютно потому что физически в железе у нас есть только создаются кольцевые токи через которые собственно время нас начинается образовываться сила лоренса соответственно их у нас там много точно также общее объединяется спин которые вот мы собственно в результате мы детектируем как уже низкая частота ну как не то что низкая физический размер вокруг магнита вот мы детектируем его но промодулированные вот частотой вот этих вот токов то есть железо на своего дает это кстати даже вот наш акула говорю когда у него удалось замерять железо десятки герц железо там отбивает сфера резонанс когда все эти поиски там и так далее да да очень близко вот этой теме то есть как бы сказать ближе к реальности получается что металл металла ты сама по себе железо феру но а создает кольцевые токи где-то в районе там десятков может быть так единиц до десятков гигагерц в зависимости от самого состава материала который был сделан то есть другими словами мы имеем предел диаметра кольцевого тока который может создаться и удерживаться в металле опять на начало возвращаемся то есть мы здесь подаем малую мощность его количество ты хотел сказать нет не количество диаметр кольцевого тока который удерживаться но это количество его ну не то что количество когда физически есть молекулы если тебя молекулу допустим будут огромные у тебя есть физический предел размера но возьми ты допустим 6 водородина ты получишь малюченькую углеродину а возьми мы не знаем сейчас сколько требуется собственно говоря атомов железо допустим для образования кольцевой структуры а прикинь если они там допустим там спираль второго порядка сначала образуют а потом уже зацикливают физический размер этой ячейки получается весьма и весьма большой и по этот физический размер нам с тобой реально задает чистоту которую собственно обрабатывать ну так как принимает и может скажем так либо модулирует вот этим собственным реобразованием но в данном случае наша жизнь то есть теперь возвращаемся к началу если мы подаем маленькую мощность а это значит означает что у нас здесь скажем так у нас здесь и они так мы говорим тот подходим нормально к этому процессу то есть мы уже создали режим перенасыщения только то опять же которые вчера и у нас есть чем меньше ток тем меньше частота вибрации между северным и южным полюсом то есть по сути мы вот здесь имеем как бы низкую частоту и мы говорим уменьшую мощность мы передаем да все нормально все сходит дальше что получается структура железа своими кольцевыми вот этими скажем так структурами которые у него есть в зависимости опять же от марки материала которые как у нас наплавили все это дело переплавили но она получается низкую частоту модулирует своей вот этой высокой частотой пусть допустим будет там 10 гигагерц мы условно говоря взяли вот 10 метров провода можно не сомневаться что как бы сказать несущая по длине провода у нас 30 мегагерц никто же не будет отрицать что у нас есть время на прохождение по скорости свет это даже как бы классический то есть то есть соответственно мы не можем вот мы насытили поверхность провод это заняло одну 30 миллионную секунду она отработала пьемка только что это вибрация настолько мелкая то что мы мы видим только низкую частоту мы ее и как бы сказать не оцениваем как основной мощностной вклад в эту систему то есть мы взяли низкую частоту и железо и и наведя эти кольцевые токи промодулировала и получается вот этот наведенный собственного электромагнит наружу у нас промодулированную ты частотой частотой кольцевых токов которые возникают непосредственно в сердечнике мы даже говорим уже не об аморфном железе а вообще структуре самого железа речь именно про структуру самого железа то есть мы четко знаем что у нас именно атомы феррума участвуют в этом но мы сейчас не знаем а в какой объемной структуре они должны располагаться или как они друг на друга скажем так перезамыкаются чтобы образовать кольцевой ток но то что это спираль второго порядка должна быть это точно но говорю размер физически атома железа значительно больше допустим чем того же самого водорода соответственно плюс еще спираль второго порядка из них надо делать то есть мы получаем большой геометрический объект который имеет предельную по частоте как бы сказать меньше не может точнее выше частоту взять не может есть строго свой габарит то есть подавая низкую мощность или другими словами низкую частоту мы в любом случае начинаем ее модулировать высокой частотой вот этих кластеров кольцевых токов и в итоге мы получаем то что железо вносит свой вклад мы просто воспользовались его структурой промодулировать свою низкую частоту высокой в итоге получаем лучшую связь с внешней средой доходим до вот этой точки а в этой точке собственно говоря наш ток уже допустим вот так вот и два которые уже значительно больше по этой обмотке да все пожалуйста все нормально все та же самая мощность увеличивается все хорошо но на физическом уровне это увеличивается частота вибрации от обмотки передаваемая как мы вчера рассматривали трансформатор транзистор катушки все то же самое но получается что мы вот в этой точке частота вот это нашего фермома и частота магнита электромагнита они у нас в этом случае равны верхние точки здесь конечно еще не равны здесь еще у нас как бы железо то вносит максимальную как бы сказать но дальше возвращаясь вот сюда получается мы подходим к частотам мы опускаемся до суда до какого-то уровня то есть вот в этом неправильно сказал вот где-то вот в этих местах мы уже начинаем сравниваться с этими частотами но и то есть вот вот к этому камеру нулевого собственно крема мы подходим тогда когда наша частота уже начинает либо равна либо превышать все железо никаким образом не может усилить нашу частоту подаваемого она уже не наводит своих концевых токов она может ухудшить работу потому что мы мы уже подаем токи уже очень большие допустим вам мог но частота вибрации по силе лоренца превышает диаметры физических кластеров которые может собственно венавестись все железо не вносит никакую собственно говоря пользу данный процесс то есть вот этот вопрос который собственно остался у них нерешенный потому что интерпретация с магнитными доменами не объясняет данной картин частотная же модель как бы значительно лучше объясняет данный момент значит используя вот это скажем так частотную модель пока что допустим теоретически попробуем допустим проработать что будет получаться в каких-то конкретных вариантов при физическом использовании скажем так вот такой частотной модели при проектировании используем значит если мы берем просто электромагнит взяли намотали вот то есть сейчас мы в принципе как бы сказать из вот этих вот исследований которые проводились еще сначала двадцатого века уже когда мы можем понимать что мощность электромагнита зависит по сути оттока который здесь от частоты вибрации между севером и южным полюсом который здесь создается значит использование металлического сердечника здесь нам эффективно только до определенного такого то уровня когда мы здесь собираемся что-то использовать собственно говоря допустим там но в низкочастотная на входе маломощная условно если мы как бы хотим повысить частоты связи с внешней средой или там что-то более эффективно использовать получается обратная картина железо нас ограничивает то есть мы получаемся здесь в данном случае имеем гиги герцовые частоты вместо терагерцовых то есть мы минимум где-то в тысячу раз десять тысяч раз занижены от световых частот но но не посмотри то что посредственно световых то есть это немножко ниже который вот теперь по поводу значит образование частотной модели то есть ну пока что относительно с железом оставим этот момент каким образом здесь получаются более высокие частоты но как можно получить более высокие частоты значит вот так здесь допустим у нас нет никакого сердечника маски просто обмоточка для как высокий частот на железе получает мне на железе их не получают но работаю с ними на железе мы вот мы ограничиваемся где-то в гигагерцовом где познать а то есть выше мы не получаем дальше железо собственно может мешать значит что получается вот допустим у нас есть обмотка или это допустим даже постоянный магнит и допустим напротив нее мы поставим ну допустим вот так это пускай будет это алюминиевый цилиндрик напротив этой обмотки сейчас мы это рассматриваем как постоянный магнит либо как постоянный электромагнит нам не интересует сердечник то есть мы рассматриваем то есть принцип этого взаимодействия это не магнитный материал значит что происходит мы сейчас не рассматриваем изменения то есть мы вот вот к этой части относимся как константин можно полно заменить на постоянный момент непосредственно сам вот это кусочек никак не влияет но сам магнит или электромагнит у нас происходит здесь до центра все это дело то есть каждый полюс работает отдельно сейчас это даже не столь важно то есть что нужно понимать вот этот весь внешний поток который он является просто следствие нахождения вот здесь вот в этом месте пространства вот этой аномалии который мы называем магнит то есть такой микро пылесосик и работа производит только внешней средой которая просто туда падает что произойдет если мы возьмем допустим и его сдвинем вот сюда в сторону в этот момент естественно вот этот весь поток который сюда падал так вот допустим мы переместились вот сюда он попытается проследовать сюда же но только в этот момент на его пути стоит допустим цельный алюминиевый цилиндр то есть алюминиевый цилиндр он всегда там стоял он никак не влиял на вот этот вот пока он стоял на месте падающий поток но в момент его сдергивания у тебя по сути получается то что вот этот алюминиевый цилиндр тут же на поверхность вот это вот движение которое должно сюда пройти она у тебя получается проходит уже вот таким вот образом потому что происходит мгновенное возникновение токов фукур и вот здесь это ключевой фактор повышение мощности и повышение частоты взаимодействия таких систем то есть мы сдвигаемся в сторону магнитом внешняя среда пытается перетечь туда же но в этом объеме находится объект который позволяет очень быстро есть крутится потому что это как бы сказать любом случае падение в разрежении вызывает боковое завихрение и мы в этом случае получаем то что на этом цилиндре у нас возникают вот здесь токи фукур они ничем не отличаются от прямого электромагнетизма как бы но только они получатся как бы пульсирующий на очень высокой частоте то есть в момент когда у тебя сдвигается магнит среда вынуждена перестроиться в другое место затекать в этот момент она ну это знаешь как столб в воду поставить и ты вынужден переместить скажем так эту воронку другую сторону перемещает а вода в любом случае на стол задевает вокруг него начинаются завихрение вот один в один у тебя начинается собственно создаваться токи фукур сразу же вокруг и вот этот момент то что здесь частота значительно выше чем та частота который модулируется железо своей внутренней структуры а значит и связь внешней средой значительно выше или другими словами наш алюминиевый цилиндр вытесняет внешнюю среду то есть мы не ставим допустим в упор чтобы там прямой нагрев получать неважного берешь постоянный магнит если сильно он там она полметра чувствуется то мы его переместили в пространстве если там находился цельный объект который в этом месте он получается у тебя вытесняет токами фукур то есть кольцевые токи тут же вытесняются она просто обтекает его то есть мы подходим к управлению формой частоты настолько высокие что это по сути просто сразу же прямое прямая механическая работа это вытеснение формой на основании попытки высокочастотных токов возникновения значит что самое интересное вот с этого объекта стоками фукур тут и фукур могут прекрасно сниматься на обморку то есть и услуга примерно точно такое же как мы вчера обсуждали с коллектором только здесь получается пополам здесь у нас один полюс здесь у нас второй полюс площадь поверхности допустим данного цилиндра так назовем с 1 и с 2 это он с одного полюса и второго полюса мы пополам его поделили площадь поверхности должна совпадать с площадью витка который снимает с этого цилиндра то есть получается что вот здесь должно быть намотано всего два витка общая площадь двух витков должна соответствовать площади цилиндр в этот момент получается то есть как таковая практически индуктивность не возникает она не индуктивности здесь быть не должно мы работаем со сверх высокими частотами на уровне поверхностей то есть по сути токи фукур который вот я красным пометил вот этого тора и вот этого тора то есть южного полюса и северного полюса вот этих вот тароидов они должны точно так же как на коллектор целиком усесться на этот провод поэтому площадь поверхности цилиндра с одного полюса должна соответствовать площади поверхности этого витка который находится на ним логично когда у тебя получается не возникает прямого как бы механического удара по той причине что у тебя переводится собственно ну как бы из активки в реактивку постоянно перепрыгивать то есть ты создал вот этот демпфер такой емкостной то есть наведенные кольцевые токи они же тут вот это же спираль второго порядка крутится вид прямо над цилиндром ты располагаешь собственно толстую проводил там какую рядом трубку там соку на тут и положил у тебя получается чтобы при совпадении площади тебя попытка продернуть вперед кольцевой ток целиком переводится куда во вращение перпендикулярную плоскость там у тебя опять трубка пытается навести кольцевой ток возвращает его обратно равенство поверхностей ты получаешь такой рефлектор высокочастотный то есть это управление то есть создание вот этих вот высокочастотных резонансов для именно правильные низкочастотные компоненты то есть мы то медленно у фону для переместили мимо нашей болван магнит то есть частота у нас критически низкая значит высокая частота должна находиться перпендикулярной плоскость мы создали условия как между двух ракеток шарик зажали когда это частоту мы можем поддерживать потому что если мы эту частоту не поддерживаем мы получаем то что мы имеем при стандартном торможение плюс нагрев возникающий кольцевой ток ему некуда спин девать он этим спином это то чтобы он зама обычное активное сопротивление а внешнюю среду на большой частоте начинает тормозить ну как могу из магнит в трубе металлической магнит по по стену трубу бросая алюминий там медь уже неважно то есть вот это вот влияние она именно это то есть частота уже поднялась настолько что она просто выдает механическое воздействие то есть здесь по сути идет речь про переотражение то есть здесь как бы граница между электромагнетизмом и переотражением то есть мы перешли ту границу частот это примерно то же самое как со звука уйти на ультразвук допустим или там с длинных волн перейти к ультразвуку или обычному звуку вроде бы поменялась только частота а поменялась физическая работа которая выполняется объектом это то что касается вот мы рассмотрели низкие частоты которые мы но как условно низкие моделируем железом высокие поверхностные и теперь непосредственное применение допустим даже если мы это на железе а теперь как раз к тому материалу который был вчера итак обмуточки грамма тречное включение вот собственно говоря мы вот в этих зонах давай так вот это зона северного полюса нам важен сам факт понимания теперь картина вся та же самая только вывернутая наверное на 90 градусов если сказать правильно прямого полюса нет одного электромагнита нет одного нет второго значит магнетизм в этих точках у нас проявляется он спокойно у нас там может то есть мы можем падать на эти обмотки скажем так ток напряжения что угодно что-то пролезет при этом прямой магнетизм проявляется в этих точках то есть мы можем туда примагнитить там железе и очку гвоздик отверточку там все что угодно значит но значительно слабее чем если бы это был прямой полюс дадим каша демоникам отучился шкаля на два часа раньше значит при вот таком вот лобовом включении образуемые полюса имеют значительно меньшую скажем так силу притяжения к другим железятам то есть здесь мы рассматриваем то сердечко на железу значит из простого как бы хода эксперимент допустим простой детектор который определяет там кнопочку нажимаешь на тебя показывать северный полюс либо южный полюс но то нет определяет ну то есть ну допустим как вот у нас ни один но у меня куда а компа сбегла месяца допустим детектор который находится с противоположной стороны допустим не один магнит он определяет и допустим то 4 сантиметра вот такого расстояния допустим мы ему подносим собственного детектирующий его но собственно нажимаем кнопочку нам показывать какой же это полюс с этой стороны но убираем не один его магнит ставим в это место электромагнит но мощность которая будет сюда подаваться она будет смешная 235 ватт а то и меньше чтобы этот скажем так наш на обычные типа отвертки такого то обычно детектор полюса собственно говоря такого же и даже большего расстояния уже детектировал то есть получается интересная система то есть что-то мощнейший не один лежит собственно говоря мы вас маленького какого-то расстояния его определяет нажимаешь топку ничего не показывают подводишь ближе 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 хоп вот этого расстояния допустим вот он показывает он чувствует такой-то пользу ставишь электромагнит минимальная мощность и смешная вот от одного вата даже начинается расстояние 45 сантиметров он будет все есть я определил полюс возникает тут же вопрос это что-то тут как-то не сходится это было что это было вроде бы это либо мы такую силу ску создаем мы дать типа неимоверную либо чуть не один настолько слабенький в чем причин но причина открылась при дальнейших испытаниях вот таких вот обмоточек значит если тут нам достаточно было там 1-5 ватт чтобы получить хорошее притяжение и детектирование с опять же расстояния полюса но и физически он как как электромагнит прекрасно работает но те же самые защелки на дверях в подъездах они там тоже они там 12 и выше ватт они спокойно делаются но при замыкании полностью магнитопровода и вы плечом не выше но значит вот такие обмотки при включении но здесь еще были расширяющие грибы которые так ну полюса конкретного дают вот такого плана валивая сюда по-другому не скажешь пол киловатта примерно где-то там было 27 ампер по 24 вольта с аккумулятором но мы просто на активное сопротивление просто упали провода который использовался ты берешь собственную какую-нибудь железную вещицу так подносишь к этому полюсу она по такому месяца как вот этот вот ферритик вот так вот прилегает собственно так чпок чпок тут возникает третья непонятка простите а куда вы вваливаете пол киловатт вам скажем так списать это на погрешности там какой модуляции еще чего-то не прокате потому что питание было то просто от аккумуляторов от двух последовательных аккумуляторов но есть три факта которые практически начинают противоречить не то что противоречить оставить в тупик один другого с одной стороны мы можем на прямом магните приложить минимальную мощность и получить такую же мощность как у неодимового магнита с другой стороны тогда непонятно почему неодимы такие сильные если такая минимальная мощность как бы в них содержится но и третий вариант а куда уходит такая мощность привод то есть вообще ничего не происходит я получил я получил подсказку я взял вот этот маленький магнитик который у тебя на доске вот такой вот и поднес его туда вот и он у меня в руке начал трястись с частотой я чувствовал просто вот эту вибрацию они магнитятся практически вот так не магнитится практически не могли но трясется но трясется вот этот полю пытается по сути выработать механическую работу и другими словами для меня тоже не сразу доперло потому что пришлось разбираться а куда пол киловатта уходит видишь обмотка и это обмотка у нее здесь есть длина и у этой обмотки есть длина взяли мы магнит пусть даже железный пусть даже железо намагниченная пусть она будет там хотя бы там где-нибудь на 10 гигагерц но мы знаем что будет этими кольцевыми токами промодулирована его работа мы поставили обмотки по 10 метров длины извольте получить частоту модуляции мощности 30 мегагерц то есть это примерно то же самое что мы здесь мы здесь применяем не силу лоренса а частоту отработки и спина обмоток который непосредственно зависит от ее длины а мощность зависит от поверхностной от поверхностной площади то есть другими словами мы имеем слишком большую длину обмотки по отношению к чистоте здесь испытывался на постоянном магните красный поле синий поле все конечно хорошо да он выставляется то есть спокойненько он ориентируется если на валу допустим но но несоответствие частот у тебя частота модуляции магнита 1 а частота твоего электромагнита зависит здесь по длине по длине спина который у тебя непосредственно зависит от длины обмотки и получается мы имеем абсолют то есть мы имеем частоты минимум в 10000 раз разные для того чтобы они могли впрямую эффективно взаимодействовать то есть обмотки грамма при лобовом включении они кстати получаются то есть в любом случае всегда вот у тебя пусть первичка трансформатора будет это вторичка трансформатора будет ты уже даже может знать из какого места у тебя будет и на какой частоте у тебя трансформатор будет плеваться против и ds и почему твой трансформатор не будет сильно магнитить в этом месте когда у тебя есть полный даже против и ds потому что чистота не соответствует ты знаешь длину обмотки а у тебя получается магнит который здесь имеет совершенно не ту чистоту взаимодействия то то же самое что мы здесь поставили с тобой у кого а тут мы где-то средние волны там использую знаешь как или этот длинноволновая станция на 5 киловатт а мы рядом бегом с у кого приемником блин ну не ловится почти ничего чё ж делать-то не ловится почти ничего а мощность опять киловатт куда-то уходит копия просто копия по возившему с радио вот этими вещами элементарные вещи для понимания понятно самое главное было вот это разобраться с чем то что частота по сути пульсации что северного полюса вот сюда что южного у нас непосредственно зависит только от длины провода частично мы начинаем это это дело компенсировать когда мы начинаем токи больше 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 варить опять же почему ток потому что мы когда мы переходим длину провода то есть нас вибрация настолько получается быстрая что уже даже длина провода перестает учитываться по сути можно к такому под такой грани подходить но до начинает расти но это все стандартно больше вываливаешь ток больше сила работы только сила не от этого больше а потому что растет частота здесь растет больше согласуются две частоты происходит лучшее механическое взаимодействие но вопрос решения данные задачи если мы хотим оставить постоянный магнит для работы с обводками грамма называется ребята отдельно нарисую вы уж извольте использовать допустим токовый трансформатор токовый трансформатор да но если мы хотим поднять частоту обмоток частоту их столкновения чтобы приблизиться к частоте работы постоянного магнита это будет один виток с другими словами мы получается что если мы хотим системы на обмотках грамма работать с постоянным магнитом но ну допустим железо железо там примерно хотя бы хоть что то здесь соблюдается но мы по сути должны сделать сварочный инвертор не в обмотку вываливать сюда она сварочный инвертор либо заменить систему как это сделал ставбуненко шестидесятые годы то есть это и вот эти эксперименты зубчатым эффектом то есть помнишь принципе народ это много проводил экспериментов они берут прямую же но вот берут прямой получают прямой электромагнит но потом что там получается вот зубцы вы сделаете у металлической баллонки которые вы будете примагничивать к нему и зубцами типа сила на отрыв возрастает но ребята проверяли по сути ничего не получается ты уменьшаешь площадь поверхности взаимодействия тебя теряется сила либо ну на крайняка где-то возле этого же остается там плюс нюс какие-то там граммы измерений то есть нет того что описывал того нет да нет одной простой причине потому что полюс должен быть не прямой то есть если мы вот на этот магнит получается мы ставим металлическую нашлёпку что мы сделали по сути столбиками как пальцы тоже мы взяли и один полюс разделили на несколько торчащих кверху они то друг то есть железяку когда поставишь такую наш не разогнет себя сама лапы то в разные стороны не разогнет то есть прямого усилия нет если этот объект цельный если это два раздельных будешь то и два раздельных естественно развалится в разные стороны на одном полюсе но получается что общее спиновое образование то есть другими словами добро пожаловать закон ампера тот же самый ты взял параллельные только магнитопроводы которые автоматически в ненагруженном режиме образуют общий спин который по частоте ниже чем частота базового магнита вуаля мы начинаем приближаться к частотам которые нам модулируют обмотка возрастает механическая сила работы но вот этим подбирать я могу так и мы попробовали долго и нудно медленно медленно потому что пока реального метода анализа получаемые частоты нет но сколько дырок пропилить так так крест накрестка какой высоты эти столбики там и все остальное то есть как бы по сути напрашивать та же самая фазированная решетка но то есть обратите внимание мы что делаем мы опять формируем минут и для минуса точнее делаем кучу параллельных минусов которые создадут общий спин для единого спина вот этого плюса то что самое именно вчера рассматривали полная копия значит и то есть методов решения различных выплывает и оттуда и оттуда повышение частоты столкновения понижение частоты работы постоянного магнита за счет разветвления потоков соответственно объединения в обществе вот ну и третий вариант который самый простой который еще помнишь при лиманском долго ковыряли ему ребята столкновение коммутирую со столкновением делайте зеркальную вид то есть полюс магнита вот здесь должен быть не прямой если мы используем здесь электромагнит но надо делать сюда такой же самый с такой же самый динами обмоток электромагнит только опять же то есть не стандартного типа как он стандартная на сделать грибочек допустим от ротор начать вот обмотка это у тебя прямой полюс а нам нужно сделать чтобы соответствовала частота работы именно столкновение спинов а спингу сталкиваться у нас разница входа обмоток одна левая вторая правая получается вот в этом грибочки но мы подходим почему тот же самый 2 который сверху тот же самый с ним то есть обмотки грамма управляют обмотками вам надо вот это вот внутренняя допустим часть вот внешняя часть и вот мы в этом случае получаем согласование частоты и самое главное преимущество то что как бы сразу выплывает но зачем такое мудрить вот мы взяли прямой полюс прямой магнит все высокие частоты все согласовано все хорошо кроме одного на прямых полюсах у нас настолько высокая частота что по сути как бы сказать высота стоячей волны от нее в пределах там миллиметров но основная и чем ближе тем вот выше ее гармонии получается что если мы увеличиваем зазор между электромагнитом допустим и магнитом или прямыми двумя электромагнитами чем больше зазор тем у нас резко начинает падать квадратично собственно говоря да сила взаимодействия что дает нам такой метод этот метод нам дает увеличение длины стоячей волны то есть полюс который образован здесь и полюс который в этот момент образован ну допустим и так нарисуемся разлетающийся в разные стороны вот я сейчас нарисовал замыкание магнитопровода вот так вот это расстояние длиной обмоток мы регулируем высоту стоячей волны или другими словами мы опять с тобой нарисовали все то что очень чтобы с разрядником мы получили с тобой зазор в котором мы можем снимать вот эту часть я сейчас увеличу это получится вот в этом зазоре но такая стоячая волна вот в этом зазоре у нас есть пожалуйста поперечная компонента который мы можем спокойно работать чего недоступна на прямом полюсе и понижая данную частоту к чему мы придем купольным сооружением вуаля на километр длина собственно говоря пущность и стоячих волк где часовенку поставить а где рефлектор и так далее вот основное говоря свойство вот такого режима увеличение длины пробросов то есть твой электромагнит вот такая магнитная защелка которая на двери стоит и надо не в упор подойти чтобы вот эту дикую механическую мощность развить а и допустим с расстояния там прокладка сантиметровая она подходит вот бахать остановится на сантиметровом расстоянии у тебя стоит вырабатывать ту же самую мощность механическую почему потому что с этого полюса получается происходит выброс настоящий волне полностью собственно передача мощности в эту сторону это тоже самое вот как с симкостными катушками начинаешь ближе подносить ты потеряешь мощность настоящую волну выходишь вот полная полная передача мощности почему катушки равны катушки соответствуют 1 2 по частоте логично то же самое все то же самое мы сформировали низкочастотный магнитный полюс который в прямую к железяки не хочет видеть у железяки не те частоты вот такая скромненькая серия экспериментов а тут много всего связано с этим вот и даже вот как раз очень хорошо саж очень хорошо вот на к за петли тоже самое практически происходит я имею виду к за петлю вот эту кларенса барбос и вот такая же история то есть опять же почему допустим два модуля нужны там через коза и петлю это вот опять же к тому что мы пожарю я вчера показал две обмотки то есть точнее две катушки почему мы геометрических как-то правильно выстраиваем потому что в ненагруженным как бы сказать режиме то есть в режиме автоколебаний у него одна плоскость и другая плоткой вот имеют разные частоты вот есть примен то же самое с трансформаторами если ты возьмешь два вот таких вот объекта но у тебя получается петля если толстую прокидываешь петлю вот она пошла у тебя назад допустим прошла сюда и оттуда у тебя выходит вот сюда но у тебя же как раз и происходит просто двойное преобразование ты взял одинаковые как бы частоты одной мордой их складывает да но я бы даже сказал тут еще другой выплывает немножечко интересное направление работающий трансформатор любой работающий трансформатор это обмотка грамма как бы получаем только она не она получается не в фазе бьет в лоб у тебя 2 обмотка то есть эти получают у тебя создают частоту на основании разницы хода у тебя левая плюс правая если они допустим неважно параллельно или последовательно но они создают на основании разницу хода и внешняя среда непосредственно участвует в этой частоте она ты допустим правую обмотку ускоряет левостороннюю там тормозит левоспиновую но в итоге получается что у тебя как бы вот этот центр вот этот он у тебя приходит немножко с вибрацией один опаздывает соответственно другой опережает но происходит немножечко пробрался вперед потом обратная вибрация в обратную сторону то есть по сути вот этот полюс получается но мы так мы так мы берем два разных спиновых объекта они вращаются в разные стороны но если посмотреть вертикальную плоскость там же как раз получается скручивание просто вот это вот скручивание от этих двух объектов то есть там как раз формируется частота которая связана непосредственно с частотой спины с какой частотой у тебя передается мощность а это зависит от длины обмотки потому что плюсовой контакт как мы опять же вчера рассмотрели пролетает практически со скоростью света и это кстати не зависит обратите внимание от длины провод то есть плюс в любом случае шлепнет а площадь поверхности влияет на мощность в этот момент потому что 1к завиток можно прокинуть допустим сюда знаешь тоненьким проводом и от него там мощности то будет не очень выпадет опять же на активное сопротивление упираться в среду ночью а можно и жирненький виточек поставить а можно параллельно кучу жирненьких поставить тогда еще интереснее начинаете вот смотри что будет если поставить кучу параллельных жирненьких виточков по кон трансформаторе а начинает же по закону ампера опять же общий спин образовывать вокруг этой системы то есть если мы уберем два провода допустим или вот как мужики говорили поезда завод заводит там токи по 1000 и больше ампер собственно говоря если провода рядом лежат раскидывает в разные стороны но от этого же ток проводе не уменьшился то есть механическая работа вот это вот на либо вакуумирование либо наоборот как бы сказать расталкивание она здесь как бы абсолютно бесплатно но и мы подходим к чему к работам бедене работа бедене примерно для тоже самое для импульсного режима он приводит именно следующую картину берем сердечник берем прямой электромагнит простой питаемый в импульсном режиме ну единственно он не говорит скважность допустим или какую частоту он как он настраивал но допустим предположим пусть будет мы знаем допустим от частоты и резонанса равно 25 процентов скоро сразу хорошенький режим какой-нибудь такой но что у него в этот момент получает то есть он приводит именно такую картину значит вольтаж у него на одной проводине у него получается по 10 или ампер то ну и условно говоря допустим на магничный пускай будет там однако он делает все то же самое добавляет вторую проводим вот к этому делу у нас активное сопротивление падает в два раза мы ожидаем получить ток увеличения соответственно два раза этого не происходит потому что только него становится 118 миллиампер а сила под магничности становится полтора он берет третью проводим включает параллель до 120 а здесь становится 1 то есть мы эффективно используем поверхностную емкость мы не валиваем от источника вот ту частоту где мы быстренько напрягаем собственно свои силы там и так далее но мы эффективно используем поверхностную емкость и вот это вот общее спиновое образование она как бы абсолютно дармовое но она своей силы лоренса у тебя под магнищего и сердечник то есть то же самое мы установили обмотки грамма не здесь что это твой просто один виток ну возьми перекрути три витка во первых они мягкие будут даже если они толстые и запаяй в одну кучку мы получаем ту же самую картину в момент сильных или высокочастотных токов ты получаешь резкое усиление за счет того что у тебя если ты попадаешь в частоту насыщения поверхностной емкости то есть как только ты вот это вот нас здесь то получается что общее создается вот этого разрежения в центре происходит падение среды в центр но если мы соблюдаем частоту импульсов которые или тока если он правильно промодулирован даже автоматически но я динамически получается пролет через центр каждый компонент соответственно у нас нас при следующем такте обратно склопывание то есть мы получаем вот этот вот радиантный резонанс пульсации который никакого прямого отношения к источнику не имеет прекрасно как бы каждый скажем так и следовало свою часть мы пытаемся собрать все в единое я может они понимали что-то нет это видно что люди как бы сказать не только не то что мы там умные а все остальные были не очень но мы просто делаем попытку понять что делал каждый но и единственное что здесь отчетливо видно то что многие упирались в якобы знание хотя бы эфиру динамику от суковского изучили бы ребята что видишь вопрос даже не понимание о частицах и там и так далее только траектории частот а чего частота не принципиально вообще частота образования из чего она состоит это вот там коллайдеры строят это к ним это к ним до польза продать этого не очень много у меня на стене твое изречение висит все на свете есть разница чувства ты тоже вот примерно такая картина прикор добавлю для вот для обычного трансформатора получается вот такая же самая картина пусть даже вот он хоть там кого-то вот такого типа там допустим с разрезом еще будет проще наверное знаю сейчас то есть если трансформатор будет линейный то получается что нам вот здесь в центре не хватает очень интересные штуки только разделена она должна то есть получается как бы вот здесь кусочек должен стоять вот здесь кусочек и вот здесь кусочки стоять ну либо в этих местах получается как бы даже должны быть одеты набор колец вот такие как у барбос получается то есть то есть либо даже вот так и работка вот здесь получается вот это же обмотка и вот это же обмотка то есть мы вот эти полюса которые вот эти вот и ds против и ds когда вы вот эти полюса родились столкновением от чистоты равны вот этим обмоткам значит соответственно мы их и забрать можем столкновением при заводке вот эти включены встречные мы можем забрать столкновением в общем такой же длиной обмоток по сути речь идет про что перри про возврат противо эдс а то здесь нет это снимать отсюда почему можно и снимать вместо съемной закоротить да можно закоротить просто у тебя же емкость обмоток соответствующий список длина соответствует диаметр соответствует их по сути получать нужно друг на друга закоротить и тогда получится что как бы одновременно дроссель встроенный трансформатор только их в любом случае 2 потому что сюда встречные два штуки будут они чуть-чуть разным ходом будут работать ты уже нарисовал девайс нет я просто нарисовал то к чему потихонечку пододвигает понимание процессов но то есть он очень важным моментом оказалось вот это рассмотреть именно что физическое такую физическую работу не один прямой электромагнит и сталкивающийся полюса но потому что когда такая разительная разница где там в этом 1-5 ватт и у тебя хорошая мощность у тебя пол киловатта и ничего не происходит вот так непонятно куда они идут обидно обидно досадно куда одна тема по иммерционным выпрямителем я так их обзову механически то есть да то есть фактически выпрямление или создание у какого-то вектора тяги но на основании мерциоидов но там пока не вещи материал подождем ребята этот материал что-то не очень так это жуют вопрос вопрос материал принципе не сложный но этот самый чуть-чуть впитать надо не знаю мне кажется в никаких процессов вот в окружающем пространстве нас в окружающем народе заинтересованным сказать ревосовавшимся что-то не происходит не вижу сдвигов никаких ну вот может после этого чуть пойдет потому что ну совсем мы в упор уже как бы что сами потрогали то и говорим то есть самое главное что идет полное подтверждение всей теоретической базы которую мы разработали то есть прямых ошибок мы как бы не совершаем как я говорю ошибаться становится сложнее и сложнее делаем шаг проверяем делаем шаг проверяем понемножечку косвенные какие-то проверки то есть не можем понятно какие-то сложные эксперименты поставить и сложность намотки вихрь то легко спроектировать там в голове нарисовать но запихнуть это простите в железяку там которого так сложная такая уже очень проблематично так точно этот самый тут вот по вот этой штуке вот по вот этому сочленению знаешь о чем можно добавить если вот этот вот нижний кусочек не 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 зазор там летат в любом случае появляется но зазор то вот у тебя получается вот 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 но этот но это по сути тот же самый наш с тобой редуктор который мы как бы только мы более сложные варианты рассматривая тут тебя получается так вот смотри тебя как бы пока ничего не могу сказать вот условно говоря вот наша шестеренка с тобой с этой стороны приводная вот шестеренка будет другой стороны приводная и получается чтобы передать на это встречное вращение мы их точно также ставим подпираем вот этими вот двумя шестеренками вот которые сверху и снизу соединена коротко да ну вот вот он такой получается редуктор все логично и механика и все сходится то есть прямой магнетизм получается упираем в электростатику но здесь будет тоже электромагнетизм потому что плюс фаза добавляется еще преобразование как ты говорил все можно свести к механике собственно оно так и есть много раз подтверждается молодец